Чем я ближе, тем я более степоточена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дobeqququens Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть внутреннюю сущность человека. Таким образом, мы должны помнить, что человеку отличается от своего разума и не должен быть идентифицирован с его разумом. Вы видите, потому что эти инструменты, мы никогда не должны быть идентифицирован с нашими инструментами. Мы должны использовать инструменты, и так же с нашим умом. Ум – это инструмент очень сложный. Мы не должны с ним отождествлять себя. Таким образом, все эти части, мы должны соотноситься с нашими инструментами, объектами, но не отождествлять себя с ними. Например, если у меня есть очки, то я говорю, что у меня есть очки, но я никогда не должен сказать, что у меня есть очки. у меня есть ум, у меня есть чувства. Таким образом, когда мы относимся к нашему телу, senses, our mind, все эти вещи, то мы относимся к тому же. Я имею тело, у меня есть ум, у меня есть чувства. Но когда мы относимся к тому, что мы говорим, что у нас есть дух, а у меня есть душа, то мы должны сказать, что у нас есть душа, если мы говорим, что у нас есть душа, то это неизвестно. Я – это душа. Я – это душа. Таким образом, у нас есть два аспекта – то, кем я являюсь и что я имею. Что я имею – это только один вариант. Что я имею – это огромное количество вариантов. Даже объекты вокруг нас тоже. Мы говорим, что у меня есть это, у меня есть дом, у меня есть машина, у меня есть машина, у меня есть дом, у меня есть материальные вещи. Мы должны понять, что мы – это имеем. У нас это есть. Таким образом, мы должны понять, где обнаружены адаптации в человеческой природе, абстакт – это означает «радапт». Радапт. Диффикультт. Диффикультт в человеческой природе. Таким образом, мы должны понять, где находятся эти сложности человеческой природы, ограничения человеческой природы. Сложности начинаются с некоторых наших верований, например, когда мы слушаем Ортаракцию, когда мы слушаем некоторые вещи, мы можем услышать, что человек является грешником. Потому что, когда мы открываем, например, в открытых пляжах Евангелия, там есть история Адама и Евы, где мы находим, что человек, который был в Божьем, так же. Таким образом, если мы откроем Христианские Писания, Ветхий Завет, мы найдем там Адама и Еву, и в общем они там грешили. Потому что человек, который пробовал запрещенный плод, и вот такая вот история. Таким образом, это означает, что человек согрешил против Бога. И тогда вопрос, где же этот грех? Он также создан из Бога? И тогда возникает вопрос, а где же возникает этот грех? Возможно, он есть творение самого Бога? Если вы примете то, что Господь сотворил грех, тогда как он может быть отличным от Сатаны? Таким образом, Господь не сотворил грех как понятие. Таким образом, где мы можем найти этот грех? Потому что каждый атом нашей природы, нашей, нашей, нашего тела, destroyed by nature? Нет, destroyed, destroyed, given. Дан природой. И поэтому каждый атом находится на пути эволюции. И поэтому, результат этого, что наш тело состоит из всех этих атомов. и тело наше сотворено из всех этих атомов. И как, скажем, в группе этих атомов обнаружить грех? Ведь эти атомы созданы природой и подчиняются законам природы. И как, скажем, в группе этих атомов обнаружить грех? Ведь эти атомы созданы природой и подчиняются законам природы. Опять же, возвращаемся. Где, значит, в этой структуре находится грех? Может быть, это вообще независимая единица? И может быть, он приходит воплощение, невзирая на волю Бога, против воли Бога. Итак, эти вопросы всегда исходят из человеческого разума. Итак, ответ есть в священных писаниях. Например, если мы зажигаем свечу, то, почему мы зажигаем свечу, то, чтобы уничтожить темноту. То есть, когда мы смотрим на свечу, мы видим определенный объем воска и веревку. И тогда мы можем зажигаем ее с помощью спички. То есть, вы не найдете никакого нежелательного в этом процессе. Но когда свеча зажжена и горит, постепенно вы увидите, что есть какой-то нежелательный оттенок из этого. Вместе с дымом вы увидите, что есть черная жидкость, которая стекает вниз. И это уменьшает яркость пламени. Это означает, что, пока свеча горит, в этом процессе она вырабатывает углерод. Таким образом, это неизбежный процесс. Например, вы поставили в комнату большого количества свечек и закрыли ее. и зажигли все свечи. Тогда, в скором времени, комната наполнится этим углеродом. Таким образом, вы не сможете дышать. Таким образом, когда вы сначала поставили огонь в огонь, то есть ничего подобного. Вы знали, что только свеча, и огонь, и огонь. Таким образом, вы не зажгли свечу, этого углерода не было. Просто воск и веревка. Но после некоторых времени, в процессе горения свечи, вы получаете накопление углерода. Таким образом, углерод является нежелательным продуктом, который производится. в котором вырабатывается. Ветесый гас. Ветесый газ. Все-таки. Харбон, это обмурок. Ветесый газ. Граво. Это. Ветесый газ. Азарандин. Потому что, когда вы поставите эмathon, азарандрит, Из-за воздуха, первое, он начинает проживаться, и затем он превращается в карбонид. В то же самое. Когда мы вдыхаем, это воздух. Когда мы вздыхаем, это карбонидный вздых. Просто так. Выдыхаем углекислый газ, который содержит углерод. Он говорил, углерод. Так что, если вы хотите взять свечу для свет, это невозможно, что вы также получите дым. Так что, если вы хотите зажечь свечу, вы получите дым. Так что, в таком случае, когда вы имеете этот аппаратус, который является телом в работе с сознанием и сознанием, вы получите дым, то есть появление дыма, который является темным дымом. Так что, это не требуется, но это неожиданно, что он возникает таким образом. Когда вы читаете Бхагавад-гитэ, Иисус, Арджуна, задавал этот же вопрос к Господу. Он спросил Господу, что когда все эти животные были созданы Богом, тогда как этот грех приходит к живым существам. Почему они грешны, если созданы Богом? Тогда Господь объяснил что есть две вещи. Первая Кама в переводе желание. и вторая это кротха. Это злость. Итак, эти две вещи они исходят от от операции как раджас, или активности. Итак, активность ума всегда продолжает делать какие-то желания. И когда желание не исполняется, это тоже результатом является злость. раджас. И если вы скажете, это раджас, это раджас, это раджас, то почему это должно существовать? Итак, целая создание существует через активность тренинг раджаса. все сущее пришло воплощение благодаря определенному треугольнику. и предполагаю. И 미ц чел Есть вот этот треугольник Саттва – покой, Раджас – активность, и Тамас – инерция. То есть все сущее творится благодаря этому треугольнику. Саттва или покой – это состояние равновесия между Раджасом и Тамасом – активность и инерция. То есть если кто-либо думает, что мы должны избегать Раджаса и Тамаса, то нет никакой возможности этого творения. Если кто-либо думает, что мы должны избегать Раджаса и Тамаса, то это неправильно, потому что невозможно было бы само творение. Таким образом, Раджаса и Тамаса – они также одинаково важны для этого творения. Таким образом, Раджаса и Тамаса – одинаково важны для этого творения. То, что для нас появляется не полезным веществом, это также существует, потому что оно имеет свое место. Например, вы взяли скорлупу от яйца. Скорлупу от яйца, например, яйца. Скорлупа является защитой, пока цыпленок развивается. И когда цыпленок полностью развит, тогда цыпленок является ограничением. Таким образом, то есть, это нужно разломать раку, чтобы выйти. Таким образом, когда мы в состоянии эмбриона в родной маме, это нужно, чтобы плаценту, это также и среди эмбриона, это также и среди эмбриона, которое требуется для защищения эмбриона. Таким образом, если эмбрион полностью развивается в ребенка, ему нужен этот слой, эта плацента. И после того, как ребенка полностью развивается, он должен уйти, это плаценту и уйти. Таким же образом, для эволюции эволюции разума, ума, это, в определенной этапе, это необходимо для таких вещей, для развития. Для эволюции подобные вещи полезны для развития. Таким образом, эта температура ограничения, это, что называется «син» в древней психологии. Таким образом, эта «син» греха не боится, это как нашим теням. «Эти грехи становятся нашими тенями». если кто-либо боится в действии, чтобы в действии, потому что каждый действие имеет свой продукт, как «син». Таким образом, если вы не хотите действовать с отмором в крови, то он уже не может существовать в этой Вселенной. Итак, в формировании университета,